Братья и сестры, всех приветствую! Несколько лет назад в Нью-Йорке у меня была возможность случайно повстречаться с очень пожилой женщиной. И вот в течение короткого разговора, который был с этой женщиной, она показала мне руку, на которой была наколка. И эта наколка был её номер из концлагеря. Я точно не помню, даже не знаю, какой лагерь это был, но вот для меня, знаете, осталось такое впечатление, что я, человек, который живёт уже в XXI веке, имел такую вот возможность соприкоснуться с величайшей трагедией человечества, Вторая мировая война. Я для чего это говорю, друзья? Вы знаете, когда мы читаем члены Писания, вот некоторые библейские тексты, они вот похожим образом могут погрузить нас с вами вот в историю, не только в историю человечества, но вот в историю жизни Церкви нашего Господа Иисуса Христа. Мы можем попытаться посмотреть, увидеть жизнь наших братьев и сестёр. Ну, сегодня мы с вами рассмотрим ещё одну из церквей, о которой говорится в книге Откровения. Церковь города Смирным, это будет вторая глава книги Откровения, с 8 стиха, и вот пока можете, вы откроете Библию, немножко расскажу в особенностях этого города, просто сам город Смирно. Вот из тех особенностей, что могут относиться к библейскому тексту, можно выделить две. Первое, конечно, это вот название города, вот такое вот красивое название. Смирно, друзья, вы знаете, что особенного могло быть в названии города? Дело в том, что вот само название, Смирно или Мира, оно вот у людей того времени ассоциировалось с душистым растением. А именно вот со смолой, которая выделяла вот кора этого растения. Простой колючий кустарник выделял вот такую смолу очень восхитительного аромата, и Мира или Смирно – это название душистого вещества, которое использовалось в разных целях. И вы знаете, вот именно это название, вот Смирно, оно очень хорошо подходило и было выразительным именно для города, который служил примером характеристики или того, что представляло собой Смирно, а именно печаль, несчастье и страдание. То есть вот о чем говорило название города – печаль, несчастье и страдание. Почему? Потому что Смирно использовалось при погребении умершего человека. Она использовалась как символ ожидания загробной жизни. А второй отличительной чертой города, конечно, была красота. Красота этого города. И вот если люди говорили о городе вот в то время, то упоминали и красоту этого города. А на некоторых монетах, которые циркулили в этом городе, было так и написано – «Первый в Азии по красоте и величию». То есть вот так вот знали город Смирный. Однако, знаете, что интересно, вот понимание красоты, оно превозносило скорее здание и расположение этих зданий, чем какой-то природный пейзаж. Почему? Потому что город Смирно представлял собой гармоничное архитектурное целое. И вот некоторые люди смотрели на этот город, и кто-то сравнивал его с цветком, а кто-то сравнивал его со статуей, а вы знаете, кто-то сравнивал его, уподоблял его венцу или короне, то есть венец или корона. И именно венец или корона был очень знакомый эмблемой города Смирно. И вот этот вот символ, он возник, скорее всего, вот с физическим обликом города, который очень симметрично возвышался на своей короне из крепостных стен. То есть, и, конечно, вот венец, мы с вами уже понимаем, предполагает разные значения. Это могла быть спортивная победа, после которой человек получал венец, это мог быть праздник, это могла быть честь, которую оказывало общество человеку, это могла быть должность, которую занимал человек, это мог быть царь, которому давали венец, когда он посещал какие-то города. То есть, вот могли быть очень разные значения вот этого символа. Ну а теперь, друзья, давайте мы прочитаем обращение Господа к церкви этого города. Книга Откровения, 2 глава, с 8 стиха. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так и говорит первый и последний, который был мертв и вот жив, знаю твои дела и скорбь и нищету, впрочем, ты богат. И злословие о тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни, имеющий ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Ну вот Господь для этой церкви предстает вот с таким интересным титулом, первый и последний. Ну вот если читать книгу Откровения, это уже второй раз встречается такой титул Господа, первый и последний, первый и последний. Ну по сути, скорее всего, то же самое, что Альфа и Омега. И вот Сын Человеческий, наш Господь, наш Спаситель, Он представляет себя или называет себя первым и последним. Ну между прочим, братья и сестры, точно такие вот слова встречаются и в книгах Ветхого Завета. То есть Бог так говорит о себе, я первый и последний. О чем говорила эта фраза? Вот если бы мы слушали вот эти слова, о чем говорила вот фраза человек, который слышал это? Ну, скорее всего, друзья, вот мы так предполагаем, в чем смысл. И вот это, в том числе, 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 в том Господа Иисуса Христа. Ну вот как это могло отразиться на истории этого города? Или почему Христос начинает свое обращение именно с такого используя этот титул? Вот дело в том, что, вы знаете, у города Смирно была очень интересная история. История, которая включала в себя то, что несколько раз этот город был полностью разрушен и полностью восстановлен. Вот несколько раз вот этот город был полностью разрушен и полностью восстановлен. Вот Христос говорит, я первый и последний. Ход истории, он зависит от меня. И возможно такое, он говорит о себе, что я был мертв и вот жив. И Смирно, город Смирно о себе так говорила. Я был мертв и вот жив. То есть Господь показывает себя как господина истории. А кроме того, вот скорее всего, можно предполагать, что вот у города были какие-то выдающиеся основатели, ну которыми гордились. И скорее всего, вы знаете, вот иногда слава одного основателя, ну конечно, она конкурировала со славой другого. То есть люди вот как бы говорили, вот посмотрите, на что похож наш город после того, как Александр Македонский восстановил его. То есть конкурировала слава одного основателя с другим основателем. Вот у истории человечества, у истории города Смирно было это великолепное возрождение. И у истории человечества есть господин истории, который может восстановить разрушенное. А вы знаете, вот мы ничего не знаем о том, как образовалась церковь в этом городе, в городе Смирно. Но есть вот несколько вот таких предположений. Есть такое возможность предполагать, что, друзья, ко времени Нового Завета, возможно, и даже раньше вот в этом городе уже жили евреи. Если евреи жили в этом городе, можно сделать такое предположение, чтобы кто-то из них посещал Иерусалим и как-то встретился с верующим, может быть, даже в день 50. То есть это один из вариантов того, как могла образоваться церковь. Другой из вариантов, то есть возможно и другое, что церковь образовалась в результате служения апостола Павла. Почему? Потому что в книге «Деяния апостолов» мы читаем вот такой вот стих, где написано, что все жители Асии, они услышали проповедь о Господе Иисусе. Ну вот как раз город Смирный входил в эту провинцию Асии. То есть образование церкви могло быть результатом служения апостола Павла. А вот если смотреть на само вот то, что Господь говорит церкви, вы знаете, вот книгу «Откровения» Господь выделяет три важных вопроса из жизни этой общины. Послушайте, друзья, это, я думаю, очень интересно. Во-первых, Господь выделяет их материальную бедность. Я думаю, вы заметили это, да, друзья? Господь выделяет материальную бедность членов этой церкви. Во-вторых, Господь выделяет вражду между церковью и местной синагогой. И в-третьих, Господь говорит о вероятности того, что в ближайшем будущем вот социальное давление, оно просто-напросто перерастет в мученичество. Итак, бедность, синагога и мученичество. «Знаю твои дела, скорбь и нищету». Вот это слово «нищета», впрочем, ты богат. И злословие о тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское. Вы знаете, вообще вот о бедности христиан, ну, такой, наверное, сложный вопрос. Однако, друзья, я вот как-то начал вспоминать песни, которые мы поем, и вспомнил, ведь и в нашем сборнике есть песни. «Я хочу не богатства, не казны серебра, а небесного царства». Или вот эта вот песня «Если мир лишит тебя золота и серебра». Друзья, это не ново. Вот и современному, настоящему христианину это знакомо. Нищета из-за того, что ты следуешь за Господом. Ну, вот причина бедности христиан в этом городе, она не раскрывается. И нам все, что остается делать, это делать какие-то вот предположения. Знаете, вот мы уже с вами говорили о том, что вот библейский образ жизни, он сильно выделял христиан в обществе того времени. То есть вот вы стали христианином, и ваш образ жизни, он очень сильно влиял, менялся. И это влияло на все сферы вашей жизни. Это влияло на общение с родственниками, влияло на общение на работе. То есть, вы знаете, почему, друзья? Потому что настолько сильной была сила язычества. И вот иногда вот общество по отношению к тем, кто отличался, может не только христиан, но вообще ко всем, кто отличался, оно начало использовать какие-то неофициальные инструменты, чтобы как-то перевоспитать вот этих вот людей, которые уклоняются. И одним из таких инструментов могла быть экономическая блокада. Вот все, что мы можем с вами предположить, друзья, по отношению к верующим, мы можем предположить, что христиане, им приходилось отказываться от поддержания деловых связей в языческом мире. И из-за своих убеждений им приходилось отказываться от деловых связей вот в этом языческом мире. То есть, вывод очевиден. Христианину в городе Смирно было очень трудно зарабатывать на жизнь. Очень просто, друзья. Жизнь в городе Смирно, вот для верующего человека, говорил о том, что ему будет трудно зарабатывать на жизнь. Из-за нового образа жизни. То есть, постоянно росло это отчуждение. И вот таким образом их бедность является следствием послушания Божьему призову, что, с другой стороны, в глазах Бога их делает очень богатыми. То есть, ты вот нищ, материально, но вот в моих глазах, вот из-за того, что ты ответил, послушен Божьему призову, ты очень-очень богат в оценке Христа. А далее вот интересный вопрос, друзья, это вопрос о степени гонений, которым подвергалась эта община вот в городе Смирно и, может быть, другие церкви. Он тоже очень важен. Вообще, вот тон книги Откровения, он говорит о том, что Иоанн, скорее всего, писал для утешения церквей, которые страдали от гонений. Вот читать, особенно эти первые главы, мы понимаем, что Иоанн пишет для того, чтобы утешить людей, верующих людей, которые страдают от гонений. Безусловно, верно, что не христиане, вот язычники, они с подозрением зачастую враждебно относились к христианскому движению. Из нашего текста мы можем заметить вот виды притеснений, которым подвергались некоторые христиане. Вот посмотрите, это злословие. Злословие – это словесные нападки, вот нищета тоже, о которой, я сказал, это экономическая блокада. То есть это вот, это были форма страданий, форма гонений, да, их злословили, и они оставались нищими, потому что было очень трудно зарабатывать христианину в этом городе. А скорее всего могло быть что-то еще другое, но вот как бы то ни было, Господь говорит, тебе нужно будет что-то терпеть, претерпевать. Но вообще, друзья, попробуйте вспомнить вот другие книги Нового Завета. А ведь если мы читаем, мы заметим, что оскорбление, физическое насилие и бесправие, оно очень часто были участью многих христиан того времени. Вот послание к евреям, братья и сестры, мы с вами читаем, вот так пишет апостол, «расхищение вашего имения». То есть у верующих людей просто забирали имение, забирали имущество. Или апостол Петр, помните, он говорит, что вас злословят, как злодеев, или оговаривают вас, на вас наговаривают, вас называют злоумышленниками. Или апостол Павел опишет об оскорбляющих вас. Ну, это жизнь человека в то время. А вы теперь подумайте, друзья, вот окажитесь вы в такой обстановке, вот в такой обстановке, где тебя злословят, где вам очень трудно зарабатывать на жизнь, да, друзья, ну вот и все остальное, что может быть рядышком. А вот что такая обстановка может делать христианин? Я представляю, друзья, что вот это вот преследование, да, они несут себе послание, они несут себе сообщение. То есть человеку как бы говорят, вернись, вернись, вернись к ценностям и поведениям языческого общества. Да, вот настолько важна считалась жизнь вот человека того времени, важна для благополучия всего общества. То есть вернись к языческому благочестию. Почему? Потому что именно на языческом благочестии основываются все остальные социальные ценности. То есть все ценности того мира, основанием для них было именно языческое благочестие. И вот этот вот призыв, да, призыв вернись к языческому образу жизни, несомненно, волновал умы многих христиан. То есть люди вынуждены были думать, а как мне теперь жить? Вот как мне сбалансировать простое человеческое стремление к безмятежной и спокойной жизни, вот с тем, что я теперь должен оказывать верность Господу, верность перед Богом и Его Мессии. А Ян также знал, друзья, вот он писал это послание, он знал, что вот это вот продолжающееся сопротивление давлению, оно очень скоро приведет к тому, что общество будет более жестоко пытаться решить проблему отступников в своей среде. То есть он не питал никаких иллюзий по отношению вот того образа жизни, того направления пути, куда ведет христианина жизнь вот в то время. Однако, друзья, вот что это стоит отметить, что вот именно мученичество или смерть за веру в первом веке было, ну, редким явлением. Именно мученичество в первом веке, оно было редким явлением. Обычно, если и было мученичество, то оно затрагивало, ну, в основном, лидеров церкви, а не рядовых членов церкви. И вот даже вот в начале второго века, именно вот Рим, когда мы говорим, если говорить о Римской империи, он не выискивал христиан для судебного преследования. Если и было преследование, вот какое-то преследование, очень часто не охватывало всю империю. Ну, вот, к примеру, гонения на христиан императора Нерона, да, ведь они тоже были страшные гонения, без всякого сомнения были страшные гонения, но, однако, это были гонения, ограниченные римской христианской общине. Если читать книгу Откровения, да, мы находим вот такие сцены, где Иоанн видит около жертвенника перед Богом души мучеников, да. То есть, он видит души мучеников, однако, обратите внимание, друзья, вот по имени, вот в этом, в начале Откровения, он упоминает только одного, Антипу из Пергама, да, и ничего не известно о смерти этого человека. То есть, я говорю это о том, что, друзья, вот вполне возможно, что вот к тому времени, когда писал апостол Иоанн, мученичество еще было редким явлением, еще было редким явлением, то есть, мучеников еще недостаточно много было. Хорошо? И когда мы будем читать дальше, вы знаете, вот книгу Откровения еще интересная часть, тем, что вот для Иоанна, вот, с одной стороны, вот вопрос страданий, да, друзья, а вопрос мученичества – это важный, сложный вопрос, но с другой, не менее важный, с другой стороны, не менее важный, сложный вопрос, вопрос тех церквей, которые слишком мирно сосуществуют с языческим обществом, то есть, очень хорошо живут под тенью Рим. Вы помните, это церковь Сардиса и Лаодикии, то есть, они не испытывали никакого отвержения со стороны соседей, то есть, Иоанна волновала и это, то есть, волновало и отвержение общества, но волновало и другое. А вы знаете, вот, если говорить о, вернуться к церкви города Смирны, вот, неоднократные сцены мученичества, вот, в последующих книгах, в последующих главах книги Откровения, скорее всего, вот, они являются видением ближайшего будущего, а не настоящего, вот, имени для апостола Иоанна и тех людей, которым он писал. А, знаете, история доказала это, ну, проходит, там, 25-30 лет, может быть, немножко меньше, перед христианами. Вот, и некоторых городов, там, некоторых провинций, они стояли перед выбором, их просто всех людей города выводили в центр, на площадь какую-то, и где каждый человек должен был показать свою верность императору, вы должны были принести жертву императору, и только после этого вы получали ID-карточку, могли свободно жить. То есть, перед христианами, вот, стал выбор в скором времени принести жертву императору или быть казненными за упрямство, за упорство. Десятый стих этой главы. «Не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». И вот для нас открывается основная тема обращения Господа, друзья, это страдания верующих людей, страдания церкви в городе Смирн. Вы знаете, вот что печально, и так как-то разрывает сердце, печально то, что вот инициаторами вот этих вот гонений, которые были в этом городе, смененно были в этом городе, а знаете, кто были? Это были иудеи. То есть не язычники были инициаторами гонения на церковь, это были иудеи. «Знаю твои дела, скорбь и нищету, впрочем, ты богат». И злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское, это девятый стих, если вы читаете по-английски, друзья, то там очень интересно написано, что сборище сатанинское или синагога сатаны. То есть действительно буквально читать вот эти вот слова, там написано, что это синагога сатаны. Что же могло происходить, друзья? Очевидно, становится вражда. Вражда иудейской синагоги по отношению к церкви. Попробуем ответить на два вопроса. Вот почему такой язык у Иоанна? Почему вот у него вот именно такие слова? Почему он своих собратьев называет синагогой сатаны? И второй вопрос, в чем выражалась вражда синагоги по отношению к церкви? Итак, почему апостол избирает такой строгий язык синагога сатаны? Ну, мы можем вспомнить Господа, друзья, который похожим образом называл вот противящихся ему иудеев. Он говорил, что вы дети дьявола, да, ваш отец дьявол. То есть, именно так говорил Господь. С одной стороны, друзья, это действительно так. Христос обвиняет похожим образом иудеев. Но вот язык Иоанна, синагога сатаны, может отражать нечто большее, чем просто противление Евангелию. Вы знаете, почему? Ну, я думаю, вспоминайте вот вообще книгу Откровения. Кто такой сатана в этой книге? Да, вот сатана в книге Откровения – это сила. Сатана в книге Откровения – это сила. И вот по примеру книги Откровения, друзья, это сила, которая стояла за императором Рима, требующего поклонения себе. То есть, Иоанн говорит, вот здесь вы найдете сатану. Вот здесь вы найдете сатану в том, что император требует себе поклонения. То есть, сатана вот именно здесь, да, друзья? То есть, сила, которая поддерживает правление Рима через императоров и через идеологию языческой культуры. А вот у нас теперь вопрос, ну почему хорошо, может быть, Римскую империю можно было бы назвать, связать с сатаной? Ну почему? А почему вот синагога называется синагогой сатаны? Позвольте сделать предположение, друзья, еще раз как-то хочу сказать, что это будет один из возможных вариантов понимания библейского текста. Вообще, конечно, еврейский народ в целом очень тщательно соблюдал первую заповедь и избегал любых связей с языческими культами. Однако, вот были некоторые события в первом веке, которые вызвали очень резко, которые, скорее всего, вызвали резкое осуждение апостола Иоанна. Я уже говорил не один раз о том, что иудеи вообще по лицу Римской империи во многих городах они пользовались или занимали привилегированное положение. Вот, к примеру, друзья, это был единственный народ, который имел право не участвовать в жертвоприношениях императора. То есть иудеев освобождали от жертвоприношения императора. Знаете почему? А потому что иудеи объяснили, вот объяснили, они сказали тем, что у нас есть храм. И в этом храме мы приносим жертвы от имени императора. И вот это наша лояльность императора. То есть, другими словами, говоря нашим языком, иудеи сказали, что мы молимся в нашем храме за императора. И представьте себе, друзья, этого было достаточно. Их освободили от жертвоприношения императору. Однако, ну вот в 70-м году, или вот в этот промежуток, конец 60-х годов, начало 70-х годов первого века, произошло восстание иудеев, да, против Римской империи, восстание, в результате которого, ну, храм в Иерусалиме был разрушен. И вот что теперь сделал римский император, один из римских императоров и его последователи, они начали наказывать израильский народ. И вот одной из мер наказания иудеев, знаете, было требование. Вот теперь, это был указ, это был закон, вы, иудеи, будете платить налог. Он так и назывался, иудейский налог или иудейский фиск. Вот то, что раньше мужчины иудеи отдавали в храм, теперь вы будете направлять в другой храм, в храм Юпитера в Риме. Можете себе представить себе, друзья, иудеев обязали платить налог. Обязали платить налог, и не просто налог в казну, да, друзья. Мы сегодня тоже с вами платим налоги, иногда удивляемся, да, куда они могут идти. Но вот это была особая еврейская такса, еврейский налог, иудейский налог, который именно шел на поклонение языческому богу Юпитеру. Хорошо? Почему же Ян так строго называет иудейскую синагогу синагогой сатаны? Вы знаете, дело не просто в том, что вот вы платите налог, и теперь будет синагога сатаны. Совсем не об этом речь идет. Вы знаете, получилось то, что некоторые иудеи, они начали пользоваться этим налогом, как плата за веротерпимость. Они начали пользоваться этим налогом, платили налог и могли свободно процветать в римской экономике. Вот что осуждает Ян. Они платили этот налог и как бы покупали себе веротерпимость. Они свободно процветали в римской экономике. Они могли свободно пользоваться привилегиями империи. И, с одной стороны, друзья, я понимаю, что это очень-очень сложный вопрос, да, и вот так вот как-то резко что-то сказать об этом очень сложно, очень трудно. С одной стороны, конечно, это может показаться разумным компромиссом, а со стороны это может показаться, ну, как-то вот какой-то снисходительностью после иудейского восстания. Вы знаете, вот только вот апостол своим благословенным взглядом, богобоязненным взглядом он увидел в этом угрозу. Он увидел угрозу в том, что вот его братья-иудеи, они теперь были готовы платить дань римскому антибогу. Это одна из причин, почему он может связывать их, ставить их в союз именно с сатаной. А в чем могла выражаться вражда синагоги по отношению к церкви? Вот смотрите, друзья, 9 стих. «Знаю твои дела, скорбь и нищету, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы». Это было злословие или клевета. Знаете, вот силу злословия и клеветы не стоит недооценивать, друзья. Это было очень сильное действие. Что же делали иудеи? Скорее всего, они говорили о христианах так, чтобы их опорочить. Говорили о христианах так, чтобы их опорочить. Они распространяли слухи. И снова можно сделать только предположение, друзья. То есть вполне возможно, что иудеи, вот говоря о христианской общине, язычникам, они в первую очередь показывали на лидера христианской группы, на Христа. И они начали рассказывать людям, которые, может, ничего не знали о христианах, и начали бы говорить им, ну, знаете, кто такой Христос? А Христос, они говорили, это был революционер, которого распяли. А вы знаете, кто такие христиане? А христиане, они теперь ожидают его возвращения. Хорошо? Представьте себе услышать это в Римской империи. То есть ваш лидер, ваш, ну, как предводитель, да, он был распят как преступник, да, как революционер. А вы, вас называют людьми, которые теперь во время правления Римской империи ожидают его возвращения. Это, ну, как одно из предположений, что могло происходить. А вы знаете, то есть иудеи очень тщательно установили границы между собой и христианами. И установили именно такие границы, которые показывали, что христиане – это не иудеи. То есть христиане – это не иудеи. Конечно, что снова могло иудеям, ну, как-то помогать, сохранять хорошее отношение и с римскими чиновниками, так и какие-то вести деловые, деловые, партнерские дела. Вы знаете, дело заходило очень далеко, в каком смысле, скорее всего, то есть это не было просто вот нейтральное что-то, скорее всего, вот синагога в городе Смирный, она даже проводила расследование, которое разоблачало последователей Христа. То есть они выискивали, искали и разоблачали последователей Христа. Послушайте, не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. То есть вот предполагаем обстановку, да, друзья, что вот иудеи, они проводят расследование, да, выискивают христиан, вот показывают, да, что вот это христиане, да, и вот христиан теперь вот заключают в темницу. Это, скорее всего, была обстановка жизни вот в городе Смирном. То есть Иоанн готовит верующих, которые получили это письмо и читали во время богослужения в городе Смирном, он готовит верующих к предстоящему просеянию, да, и он говорит о том, что некоторые будут подвергнуты проверке, некоторым грозит казнь. Конечно, вот в контексте 10 стиха очень интересно разобраться, знаете, в чем, что значит тюрьма. Вот если мы с вами поймем, что такое темница того времени, это немножко легче будет понять фраза о скорби в 10 дней. То есть будете иметь скорбь в дней 10, да, то есть если мы поймем с вами, что такое темница, легче будет понять, что такое значение вот этой фразы 10 дней. Вы знаете, дело в том, что, друзья, в римской системе тюремное заключение не было формой наказания. То есть сегодня, если когда наказывают человека за преступление, его сажают в тюрьму на какое-то количество лет, да, друзья. Вот в римской империи такого не было, это не было обычной практикой. То есть в римской империи очень редко было формой наказания, тюремное заключение. То есть за наказание в римской империи человека, как наказание человека не сажали в тюрьму. Скорее всего, темница или тюрьма, они используют для того, чтобы содержать человека под стражей, обвиняемого человека в ожидании суда. Другими словами, те, кто оказался в тюрьме, вот если вы оказались в тюрьме, это значило просто-напросто, что вы ожидаете казни. Если вы оказались в тюрьме, просто-напросто вы ожидаете казни. Смотрите, с одной стороны, если мы смотрим на 10 дней скорби, мы можем сказать, что 10 дней вполне могут указывать на завершение их страданий. То есть Господь как бы говорит, вот если у тебя будут страдания, да, они продлятся только 10 дней. То есть Иоанн говорит, что выносливость будет испытана до предела, да, но терпеть придется ограниченное время. То есть 10 дней имеет свой предел. Друзья, это только одно из возможных пониманий. Хорошо, это только одно из возможных пониманий. Теперь, если учитывать, что в тюрьме римской империи человек ожидает казни, то понимание 10 дней совсем меняется, сильно меняется. То есть если вы находитесь в тюрьме в римской империи, ну, в городе Смирно, и это означало то, что вы ожидаете казни. Получается, в данном контексте смысл, который передает тюрьма, заключается во временном промежуточном периоде страданий, в ожидании мученичества. То есть Господь говорит, тот из вас будет ожидать мученичества в тюрьме. Это одно из пониманий. То есть Иоанн предупреждает о людях, которых ждет мученическая смерть. И, между прочим, в этом цель сатаны. Он очень хочет продлить страдания до 10 дней, чтобы вот именно страдания верующих, они закончились именно казнью. Поэтому есть основания думать, что слова Иоанна могли напоминать христианину язык темницы того времени, потому что те, кто появлялся в темнице, да, друзья, могло означать тех, кто был верен до смерти. Если вы попали в тюрьму, да, то выхода другого не было, быть верным до смерти. И 10 дней, вероятно, следует рассматривать как ограниченный промежуточный период страданий, который должен был закончиться судом и смертью. Однако Иоанн пишет в таком тоне. Вы знаете, он пишет совсем в другом тоне. Он пишет, чтобы напомнить, что для христианина это была победа и жизнь. Это была победа и жизнь. Победа и жизнь, которая обеспечена примером Христа. Он был мертв и все жив. Вы знаете, вот именно отсюда призыв быть верным до смерти в этой ситуации. Вы знаете, друзья, если представить себе, что все это так, если Иоанн пишет верующим людям, некоторых из которых ожидало мученичества, то можно представить, как они дальше читали эту книгу, как они читали именно послание Иоанна или книгу Откровения. И находили очень много созвучного. Созвучного того, что могло происходить в их городе именно с ними. То есть вот эти официальные процессы, с которыми им придется столкнуться, это были всего-навсего примером решительности сатаны вести войну с церковью Иисуса Христа. А вы знаете, друзья, вот вначале я сказал о названии города, что вот название связано с мирой. Смола дерева, которую использовали для бальзамирования умершего человека. И это делали как символ ожидания будущей жизни. Вы знаете, вот в Ветхом Завете вот эта смола, смирна, она еще ценилась как благовоние, ну, наверное, как духи. Есть такие библейские тексты, в которых написано, что одежда не пахнет смирной, да, то есть что-то как духи. Однако вот этот вот состав смирны, он был особенно важен как ингредиент или составляющая священного масла для помазания. И в Новом Завете она встречается в очень интересном контексте, друзья. Вот опять, если как-то это все поставить, поставить себя на место слушателя того времени, на место жителя города смирной, да, на место человека, который читает Евангелие, знает хотя бы о жизни Господа, да, и пытается понять, пытается применить все, друзья. Это очень интересно вот для города, для верующих в городе смирно, читать о Господе, которого помазали смирной. Помните, друзья, сначала это сделала Мария, да, помазала ноги его смирной, а потом Никодим принес состав из смирной. Вот представьте себе, да, друзья, то есть вы читаете о Господе, которого приготовили к распятию. И вы живете в городе, который имеет название смирной. И вы живете в такой обстановке, где я напоминаю, вас ждет мученическая смерть. Знаете, друзья, я думаю, в прошлое воскресенье мы пели вот эту вот песню на Голгофу введи меня снова. Интересно, да, вот подумать, что можно сказать людям, которых ожидают мученичества. В этой песне есть такие слова. Я бессилен, а битва сурова. Знаете, друзья, я думаю, это важно вот для верующих людей вспоминать о Голгофе. А если что-то может принести нам утешение, то только это. Я говорю это к тому, что, друзья, вот представьте себе людей, ну вот, которые могли увидеть Господа вот таким, того, кого помазали смирной. И мы жили в этом с вами городе, в городе смирно, и вот нам что-то грозило. Я думаю, эти маленькие детали Евангелия, они говорили о том, что вот эти вот действия, они имели значение. Вот то, что сделал Никодим, то, что сделал Мария, они имели значение. Вы знаете, друзья, это была вера. Это была вера в воскресенье тел. И вот Иоанн как бы напоминает это, говорит, вот веду вас снова на Голгофу. Вот посмотрите на Господа, который был помазан этой смирной, помазан составом этого масла, помазан как символ того, что вот его тело воскреснет, что вот в будущей жизни, да, он будет мертв, но он будет жив. Я думаю, как-то, друзья, это могло утешить страдающего, верующего человека. Как-то это несло утешение, как-то несло это ободрение, вот именно параллель со страданиями Христа, параллель страдающему христианину, да, то есть человек мог глубоко, более глубже поразмышлять, вы знаете, над историей жизни Господа, проводить параллели к своей собственной жизни. Ну, я уже заканчиваю, друзья. Последние стихи 10 стиха. Вот, будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. Вот так интересно, слово верность и слово венец, они как-то тесно связаны. Но, между прочим, опять, если говорить о городе Смирно, это был город, который сильно гордился своей верностью Риму. Они очень-очень гордились тем, что на протяжении долгого времени они были верны городу Риму. Единственная верность, которая в итоге имеет значение, вновь напоминает нам Господь, это верность Иисусу Христу. И вот для тех, кто подвергается гонениям, именно верность, она все-таки имеет очень важное значение. И, конечно, это венец, друзья, вот, когда мы читаем Новый Завет, друзья, я напомню, некоторые библейские тексты, вот что-то вот такое, знаете, вот, буду сказать, интересное, но вот что-то захватывающее, да, вот, когда мы читаем о венце. Вспомните, друзья, все подвижники воздерживаются от всего, подвижники – это спортсмены, да, друзья, те для получения венца тленного, а мы – нетленного. То есть, в Священном Писании, да, вот, венец указывает на приз победы. То есть, приз победы. Или апостол Павел говорит, что вот теперь готовится мне венец праведности. А иногда вот венец использовался как предмет гордости. Помните, апостол Павел говорит о послании филиппийцам, «Братья мои, возлюбленные, вожделенные, радость мой и венец мой». То есть, людей он назвал, вы мой венец. А также послание к фессалоникийцам апостол пишет и говорит, «Кто наша надежда, радость, венец похвалы?» То есть, знаете, назначения могут быть разные, или их может быть несколько. Но вот как предположение, друзья, что такое венец, он означает награду победителю, который вступает в вечную жизнь. И, между прочим, этот венец он дает Христос. А вот в жизни города Смирный, или там в жизни города Римской империи было наоборот, императору давали венец. Допустим, если император посещал какой-то город, ему давали венец. А вот Иоанн говорит нам о том, что вечности будет наоборот. Друзья, я закончу этим обетованием 11 стиха. «Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Я тоже хотел бы, чтобы мы с вами услышали вот эти вот слова слухом тех людей. «Вред от второй смерти». Вот это вот слово, да, друзья, «вред» не потерпит вреда от второй смерти. Я снова смею сделать такое предположение, почему вот так говорит Господь. Я думаю, это можно связать вот с тем, с клеветой, которую оказывали, или которую выказывали иудейская синагога, синагога сатаны по отношению к христианам. А, скорее всего, вот о христианах говорили, что вот что вас ждет, да? Вот показывали пальцем, говорили, вас ждет то, что случилось с Содомом и Гаморой. Господь на вас прольет огонь из серого. Вот книга пророка из Езекииля, друзья, мы могли вспоминать те слова, показанные на христиан пальцами, говорит 38 глава, 23 стих. «Я буду судиться с ним моровую язву, кровопролитием, пролию на него и на полки его, на многие народы, которые с ним все поглощающие дождь и каменный град, огонь и серу. Вот что ждет вас, христиане». Господь приходит к этой церкви, они сидят на богослужении, и Господь читает им вот эти вот слова. От него эти слова не потерпят вреда от второй смерти. То есть, а какие бы это ни были угрозы, это не потерпит вреда от второй смерти. Это обетование нашего Господа. Друзья, я закончу с тем, что, вы знаете, вот, может быть, жизнь в большом городе Смирна, да, вот верующих наших братьев и сестер в этой церкви, вот, трудности, с которыми они столкнулись, а все-таки они должны были увидеть большее. Они должны были увидеть не только вот свою маленькую общину и свой маленький город, а вот читая книгу Откровения, они должны были увидеть испытания, которые стоят перед всеми братьями и сестрами этой империи. Не только перед ним, перед всеми братьями и сестрами этой империи. Вы знаете, друзья, они ободрялись перед лицом своей материальной бедности, когда рассматривали коррупцию и растление вот этого экономики Вавилона. Они читали вот об этом в книге Откровений. Они увидели себя в обществе победителей, которые преодолели сатанинское испытание, которые носят венцы победы через верность до смерти. Они видят вторую смерть, которая угрожает всем, кто нарушил верность единому Богу и от которой они навсегда, навсегда спасены после своей стойкости. Конечно, это все пришло от самого Господа, который сказал «Я первый и последний, который показал этот путь». Сегодня Он Господь с нами и Господь перед нами. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. У кого желание помолиться, пожалуйста, помолитесь.